Администрация Кировска планирует в этом году перевести несколько жилых домов на закрытую систему теплоснабжения. О преимуществах энергоэффективного оборудования Юрий Кузин уже рассказывал жильцам многоэтажек на встречах. Теперь он провел экскурсии по местам, где установлены автоматизированные тепловые пункты. Подробности в нашем следующем материале. Несколько лет администрация Кировска прорабатывала вопрос создания закрытой системы теплоснабжения. В 2020 году появился пилотный проект энергоэффективности, войти в который предложили ряду домов. Сейчас специалисты администрации вместе с главой еженедельно организовывают собрание собственников, где подробно рассказывают о преимуществах установки автоматизированных тепловых пунктов. Здесь процедура абсолютно прозрачная и очень важно, чтобы люди в пилотный проект входили осознанно, и являясь эффективными собственниками, не только экономили свои денежные средства, но и грамотно эксплуатировали дом. Для понимания, как же все-таки устроена система, была организована экскурсия в один из детских садов Кировска. Здесь уже стоит энергоэффективное оборудование. Это новшество всего лишь у нас в городе. По всему миру, в Европе, в скандинавских северных странах, это уже давно технология используется. Годами она проверенная и экономией, и надежностью своей работы. Автоматизированные тепловые пункты помогут снизить траты горожан. Дом сможет экономить около 30% теплоэнергии. Еще одно важное преимущество – улучшение качества горячей воды. Вот почему мы говорим «автоматизированный тепловой пункт» – по теплоотбору, по температурным режимам, в зависимости от наружной температуры, от помещения температуры, от температуры теплоносителя, не надо ходить и постоянно крутить, она в автоматическом режиме. Главная проблема, по мнению специалистов, страх горожан за свой кошелек. Но представители администрации успокаивают жильцов – платить больше не придется. Хочется верить в то, что когда проведем общедомовое собрание и будет четкое разъяснение представителей, директора компании, представителей администрации, то жители поймут, что к этому надо прийти к решению, что нам так будет выгоднее. Теперь собственники должны провести общедомовые собрания. И при положительном решении двух третий жильцов в их домах начнется установка автоматизированных тепловых пунктов.